На 47-м году жизни скончался бывший министр экономики Республики Южная Осетия Алексей Хабалов. Он родился 16 апреля 1973 года в городе Схинвал, окончил школу номер 10. После ее окончания в 1990 году он поступил во Владикавказское техническое училище. Параллельно Алексей Хабалов получил еще одну специальность в Фюгостинском педагогическом институте. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. У Алексея достижения были в спортивной сфере. Он занимался легкой атлетикой, где достиг немалых высот. Как вспоминают друзья и соратники Алексея Хабалова, он был человеком с большой буквы, патриотом своей родины. Принимал активное участие в борьбе за свободу и независимость Южной Осетии. В 1991 году участвовал не только в боевых действиях по отражению грузинской агрессии, но и в отечественной войне народа Абхазии в качестве добровольца. Еще начиная с первой войны 1991-1992 годов, в которой он принял достойнейшее участие и здесь, в Южной Осетии, и в Абхазии, мы знаем, что такое, когда падают боевые друзья. Но вот эта смерть, она была очень неожиданна и поэтому тяжело переживается. 47 лет, но это не возраст. И такого рода утраты, конечно, всегда болезненны для нас. Алексей на протяжении всей жизни занимал высокие посты, но не потерял свою человечность, вспоминают друзья. Такого рода утраты, конечно, всегда болезненны для нас. Александр был очень искренний человек. Он был из тех людей, которые, вот как я часто это говорю, составляют суть и основу нашей жизни в Цхинвале, в Южной Осетии. Он был очень естественный и никогда показным таким вот патриотизмом не отличался. Вот что нужно было делать для своей родины. Он это молча, спокойно и без всякой рисовки делал. Алексей работал директором зарегистрированного в Северной Осетии акционерного общества «Крокодил». Занимался индивидуальным предпринимательством. С 2008 по 2011 год работал в Министерстве экономического развития Южной Осетии. Возглавлял отдел развития бизнес-планирования. Был назначен и на должность начальника управления поддержки малого предпринимательства. Затем его назначили главой ведомства, которое он возглавлял до июля 2012 года. Он был очень знающий человек. Он был из тех людей, которые умели не только теоретически, а он был из тех людей, кто свои знания умел практически реализовать. Я считаю, что это был один из лучших наших министров. Не только по экономике, вообще. Как управленец, как руководитель в широком смысле этого слова. Алексей Хабалов навсегда останется в памяти своих друзей. Добрым, умным и отзывчивым человеком.